День военного разведчика отметили в России на минувшей неделе. Эти подразделения традиционно и заслуженно считаются армейской элитой. Спецназ ГРУ даже на столь выдающемся фоне называют «белой костью». Любопытно, что заокеанские эксперты, которых недавно попросили ответить, чьи спецы круче, русские или американские, само по себе это противопоставление сочли некорректным, но констатировали, при прочих равных есть у русских одно преимущество – рукопашный бой. Сергею Савину предоставилась возможность убедиться в этом на личном опыте. «Всегда быть в маске» – это как раз про разведчика спецназа ГРУ, как минимум до пенсии или, если рядом, телевизионная камера. Профессиональный праздник они отмечали на полигоне, в очередной раз отрабатывая то, в чем и так сильны. В разведгруппе обычно 16 человек. Этого достаточно для выполнения любой задачи. Командир группы – офицер с высшим образованием и, как правило, лингвист. Но среди бойцов попадаются полиглоты со знанием, например, турецкого. Еще не настолько суровые, что даже на учениях капельницу условно трехсотому, то есть раненому, ставят по-настоящему со словами. Медику никогда не помешает тренировка, а напарнику – лишние 100 грамм физраствора. Семен военной разведки уже 12 лет, при этом выделяется среди коллег скромными габаритами. Хотя на 30-километровом марш-броске с 30-килограммовым рюкзаком за спиной многим даст фору. В разведке чем, в принципе, меньше разведчик, тем ему удобнее и прятаться, и все такое. То есть я комплексов никаких не испытываю ни своим ростом, ни с весом. Пока теоретики спорят, что лучше кунг-фу или карате, спецназ монотонно штудирует рукопашный бой. Минимум два часа в день. Это вот спортивная версия, зрелищная. А это боевая. Минимум движений, максимум результата. На прямой вопрос – прямой ответ. Много не надо времени, чтобы убить человека. От одной до трех секунд можно человека уничтожить. Далее пример того, что можно сделать при помощи связки домашних ключей. Берем ключи в руки и одним ловким движением прихватываем губу, и все. Вот противник ваш, он уже не может никаких движений делать, потому что у него идет разрыв губы металлом. Также может быть движение за мочку уха здесь болезненной. Вы можете схватить человека, и он будет за вами ходить. Кроме рукопашного боя, военные разведчики ГРУ изучают и боевую систему Кадочникова. В середине 90-х ее даже утвердили в качестве обязательной, потом отменили. Сейчас в Тольятти это настоятельно рекомендуемый факультатив. Далее из рубрики «Испытано на себе». Далее, не бойся. Уходим под 45, плоскость, рычаг. Опа. Так. Также, давайте, вот, это самые простые вот элементы. Вот, садимся, опять жирчаг. Если они не в спортзале, командировке или не в полях, тогда за партой. Разведка учится 5 дней в неделю. Аудитории подписаны, некоторые подсвечены. В этой теория по снайпингу. Тема, как в школе, мелом на доске. Вот только учат совсем не детским вещам. От упаковки снаряжения до правильного внешнего вида. Любой маскировочный костюм наполовину авторский хендмейн. Без грима тоже никуда. Но есть и минусы. На открытом месте грим не работает. Потому что тот на лицо сразу будет вместить за лицо. Упор всегда на детали. Это то, что сохранит жизнь. Выстрелить может каждый дурак. А вот пережить этот выстрел, это еще надо как бы постараться. Поэтому так много времени уходит на подготовку профессионального снайпера. 10 лет, чтобы проделать путь от стрелка до мастера. При том, что любой снайпер на поле боя приоритетная цель для противника. Вот он, главный враг современного снайпера. Тепловизор. Куда страшнее, чем собаки. В этом году Тольяттинский спецназ ГРУ получил 12 бронеавтомобилей Тигр. На которые легко устанавливается не только стрелковое вооружение. Но импортируется тепловизионный комплекс нового поколения. Он сейчас здесь развернут. Позволяет засечь цель на расстоянии до 6 километров. Причем фиксирует противника не только целиком, но и в случае необходимости даже по тепловым следам. В данном случае хорошо виден отпечаток ладони. Это тоже тренировка спецназа. Точнее, тренинг по психологии. И по стульям задорно скачут те же самые профи, которые перед этим взрывали колонны и штурмовали здания на полигоне. Так из боевых единиц сначала создают коллектив, а потом команду. Молодцы! Вышли с положением! За год разведчики сдают почти полсотни различных тестов. За людьми, которые способны отыскать кого угодно и сами по себе являются оружием, требуется глаз да глаз. Отбираем самых лучших, самых достойных. И служат у нас действительно такие ребята. Ребята, у которых нервно-психическая устойчивость высокая, которые крайне редко могут дать нервные срывы, но тем не менее они такие же люди, как мы с вами, и эти срывы возможны. У входа на территорию части недавно установили стенд, как шутят спецназовцы, со скрытой рекламой военных разведчиков ГРУ. Очень вежливых людей в форме. Сергей Савин, Игорь Акимов, Николай Датсун, Алиасия Аргеткина, НТВ, Тольятти, Самарская область.